Здравствуйте, уважаемые соотечественники! До дня выборов остался всего лишь один день. Сегодня, когда я обозначал название эфира, он звучит таким образом. Выгони и спаси режим, не спасай режим, выгони эту власть, и это все ты можешь сделать сам. Уважаемые друзья, мы на самом деле стоим перед решающим днем. И перемены, все, которые произойдут в нашей стране, они зависят от каждого из нас. Завтра вы пойдете на избирательные участки, и вы там получите ручки, там будут стоять перед вами кабинки, будут стоять полицейские с разными нашивками, будут разные здания, разные машины. Вы будете заходить в различные административные здания. И я знаю, что многие из вас заходят туда, как будто это что-то чужое, что это некое народное. Это действительно так, потому что эта политическая верхушка во главе с султаном Назарбаевым сделала все так, чтобы вы себя не ощущали хозяином этой страны. Власть сама по себе, богатство принадлежали им, а вы были просто обслуживающий персонал, который был нужен в определенное время, как вот, например, выборы 10 января, когда вы приходили, бросали бумажку, вас просто использовали как массу. На самом деле все эти избирательные бюллетени всегда режим подделывал, и ваши голоса просто использовались, и ваши голоса в реальности никогда не считались. То есть по Конституции, по закону эти выборы предназначены для того, чтобы вы избирали своих представителей во власть, парламент, и затем эти депутаты принимали бы от вашего имени делегированные вами дельные законы, которые позволяли бы назначать министров, премьер-министра, избирать президента, назначать судей и так далее. Все эти люди, которые находятся во власти, по сути, по Конституции, по всем законам являются представителями народа. Но в реальности, с учетом того, что происходила подделка выборных бюллетеней, фальшивые выборы, получилось так, что 30 лет во власти находились воры. Воры, которые украли ваши голоса, подделывали документы, и они с фальшивыми документами находятся во власти. Вот представьте себе, что вы идете к врачу, а это не врач, а у него нет диплома, у него нет образования, он не сертифицирован. Как такой врач может лечить? В этом случае, закону предусмотрена уголовная ответственность. И вы понимаете, что такой врач, это мошенник, и место его в тюрьме. Вы прекрасно знаете, что если вы идете получать образование, и преподаватель на самом деле не имеет высшего образования, не имеет специального диплома, он украл этот диплом, он не имеет права преподавать, он мошенник, и место его в тюрьме. И вот когда во власти приходят такие люди, как Назарбаев, Такаев и так далее, они такие же воры, они украли ваши голоса, они не получили доверенность от народа, они не сертифицированы народом, они получили право управлять народом, правом, который обладает тельные профессии, строитель, водитель и так далее. Они все получают дипломы, сертифицируют. Также тельные политики, депутаты, то самое право, тот самый диплом получают от народа, вот на этих выборах. И вот представьте себе, что завтра на ваших глазах эта власть собирается украсть ваши голоса. И 19 миллионам народом собирается управлять Назарбаев и группа жуликов, которые его поддерживают. Каким образом мы можем голосовать за партию Нур-Атан, за этих жуликов, воров и убийц, которые за 30 лет ничего хорошего не сделали для нашей страны, одну из богатейших по природным ресурсам страну Казахстан, они население, которое должно жить достойно жизни, превратили в нищих и бедных. А почему? Потому что управляют бездари, управляют люди, которые не имеют права управлять, которые подделали так называемые дипломы, эти голоса, и они с этими фальшивыми поддельными документами управляют от имени народа, представляют наше государство, принимают те или иные экономические решения. И как можно после этого удивляться, что наша страна находится в плохом положении? Если вы пойдете в врачу, который не имеет квалификации, и он вас так залечит, что вы потеряете здоровье, вы разве будете удивляться, когда узнаете, что у него не было, оказывается, диплома? Так и эти люди, тот самый диплом так называемый, это ваши голоса. И завтра эти люди хотят украсть ваши голоса и снова управлять, управлять страной, и загонять ее в кабалу, завешивать вас кредитами. Вы понимаете, насколько ответственный этот день? И когда кто-то говорит, что мы не пойдем, потому что эти жулики, как это так? Как это вы не пойдете голосовать, зная, что эти жулики завтра будут управлять страной, подвергать риску вашу жизнь, жизнь вашей семьи? Как это вы можете игнорировать и не думать об этом? Как вы можете призывать бойкотировать, зная, что эти голоса власть выбросит в сторону, потому что они никак не влияют на итоги выборов? Как вы можете зачеркивать эти бюллетени, зная, что эти бюллетени признают недействительными? В этой ситуации единственный способ показать, что вы будете принимать решения, вы будете действовать, вы будете бороться за свои голоса. Да, прийти для этого нужно на избирательные участки и проголосовать за партию Акжол, которая тоже Назарбаевская. Но, как я еще раз снова и снова повторяю, и повторяю буквально накануне выборов, что это замысел, мы голосуем за партию Акжол, отбираем эти голоса у Нуратана Назарбаева, и таким образом, этот человек, который 30 лет управляет страной, фальшивый президент, фальшивый государственный деятель, этот вор, этот преступник, он начнет массово, тотально подделывать бюллетени в пользу своей партии. Когда кто-то говорит, что, а может ли так быть, что он сделает все чисто, и пусть победит партия Акжол, а он ее снова возглавит? Нет, уважаемые друзья, потому что не может себе позволить так называемый лидер нации, чтобы его партия провалилась. Это будет его личным фиаском, как я говорил уже не раз, это то же самое, что он добровольно сядет в тюрьму. Поэтому все эти фантастические сценарии в сторону. Мы все прекрасно понимаем, что завтра будут тотальные фальсификации. Более того, эти выборы уже нелегитимные. Сейчас появляются фотографии, когда в нарушении закона о тайном голосовании избирательные кабинки открываются, ширма убирается. Для чего это делается? Для того, чтобы члены избирательной комиссии могли повлиять на тех, кто проводит голосование за партию Акжол. Они хотят повлиять, чтобы люди не складывали свои бюллетени в гармошку. Они хотят помешать людям фотографировать эти бюллетени и отправлять на чат-бот Байга, который организовал и создал казахский предприниматель Барлок Миндегазеев Freedom Kazakhstan совместно с итальянским фондом ФИДУ, правозащитным фондом. Эта власть хочет помешать людям фотографировать и отправлять реальный свой бюллетень, которым они проголосовали за партию Акжол. И с этой целью открываются кабинки. Между прочим, существует закон о тайном голосовании, который говорит, что люди должны именно голосовать в закрытой кабинке. Здесь ссылка на коронавирус, что якобы если эти перегородки убрать, и это не будет способствовать распространению коронавируса, вы понимаете, что они могут только вызывать иронию и смех. Но в любом случае, я уверен, мы все должны уже сейчас сказать, эти выборы нелегитимные. По всей стране сейчас идет фактически преследование наблюдателей. Те, кто получил удостоверение, те, кто получил разные справки, так называемые ПЦР, у них отбирают доверенности, забирают удостоверение, чтобы эти наблюдатели завтра не пришли на избирательные участки, и таким образом, чтобы власть могла тотально подделывать. Что думает эта власть? Она считает так, что вы себя не ощущаете хозяевами страны, и вы завтра, как бараны, придете на избирательные участки, и пять пастухов в лице членов избирательной комиссии, территориальных, и два полицейских будет вам указывать пальцем, что вы делать, и вы, как бараны, покорно это и будете делать. То есть, они вам скажут не фотографировать, вы не будете фотографировать. Они вам скажут не складывать гармошку, бюллетень, вы не будете это делать. Они вам скажут, выйди из помещения, вы выйдете. Вот на что ориентируется эта власть. Но я снова и снова повторяю, что каждая деталь, каждая бумажка, каждая урна, каждый шеврон на этом полицейском, его кабура, машины, эти здания принадлежат народу Казахстана. Они все построены и организованы за счет налогов, налогов граждан страны. Поэтому вся эта собственность принадлежит вам. Эта страна принадлежит гражданам Казахстана, а не политической верхушки. И поэтому они не могут диктовать какие-то пять учителей, которые участвуют в подделке, бюллетеней. И два полицейских не могут указывать народу Казахстана фотографировать ли, заходить ли на избирательный участок, складывать в гармошку бюллетень. Нет, они не могут это сделать. Поэтому, уважаемые друзья, нам очень важно для себя осознать, завтра решающий день. Мы являемся собственниками этой страны, мы являемся собственниками этих недр, мы являемся собственниками всего того, что построено в этом государстве. Мы граждане Казахстана. И на всем этом держится наше государство. Не на Назарбаевой и его узкой политической верхушке, она держится на гражданах нашей страны. И поэтому, даже если завтра эта власть каким-то образом вытеснит наблюдателей, будет запрещать делать те или иные действия, не подчиняйтесь. Вас тысячи на избирательных участках, а их там пять учителей и два полицейских. Не могут они помешать, не могут они препятствовать. И мы должны осознать, это наше государство, и мы должны действовать там как хозяева. Не подчиняться этим указаниям тех людей, которые заведомо участвуют в фальсификации. Мы знаем, что эти люди уже заранее подделали бюллетени с вашими голосами, они подделали протоколы, но обязательно надо ставить галочку напротив партии как жёл раз, фотографировать, отправлять его чат-бот Байга, рекламу мы его везде распространили, дали сложить гармошкой бюллетень, и никто не может вам препятствовать, нет ни одного решения, нет ни одного закона, который говорил бы, что если вы сложите бюллетень гармошкой, якобы он испорченный, нет такого. Не обращайте внимания, если кто-то из членов этих комиссий будет пытаться помешать вам, потребуйте, чтобы человек отошёл в сторону, защищайте друг друга, наступайте на членов избирательной комиссии, оказывайте на них мощнейшее давление, знайте, эти люди соучастники преступлений, ни один член избирательной комиссии, территориальной комиссии не является честным человеком, ни один, потому что в эти избирательные комиссии власть ставит своих людей, жуликов и воров, они украли наше будущее, они крадут наши настоящие, они крадут ваши голоса, вы знаете, что перед вами воры, и надо к ворам относиться как к ворам, мы все знаем, что султан Назарбаев, Такаев и вся эта политическая верхушка нелегитимные люди, это мы все должны осознать и знать, раз так, то каждый из них, назначив своих представителей во власть, министров ли, депутатов или даже в избирательной комиссии, они нелегитимные и люди, которые там находятся, не имеют доверенности от вас на право управлять государством, на право принимать решения, только вы, только вы тогда, когда дадите свой голос, только в этом случае они могут получить от вас права на управление государством, стать депутатами, министрами и так далее, сейчас таких прав у них нет, поэтому мы должны просто все тотально стать наблюдателями, все драться за свои голоса, бороться за них, фиксировать, я еще раз обращаюсь к членам избирательной комиссии, учителям, ко всем тем, кто участвует в избирательном процессе, ответственность на этот раз будет совершенно другая, не будет так, что общество будет скос пальцы смотреть на то, как вы фальсифицируете, все изменилось, сознание миллионов граждан изменилось, вы все должны понимать, что если вы участвуете в этих преступлениях, вы безусловно понесете ответственность. Я хотел бы сейчас остановиться на собственно организации завтрашнего дня, каким образом, что мы будем делать. Итак, мы призвали уважаемые избиратели проголосовать вас с 10 часов дня до 13 часов. В 12.30 до 13.30 происходит сбор, сбор тех, кто будет участвовать в митингах протеста. Просьба протестантам не опаздывать именно с 12.30 до 13.30 будет сбор в таких городах, точнее, во всех городах, но в Астане, в Алматы мы обозначили 6 точек сбора. 6 точек сбора сделано специально, потому что в этот день миллионы людей выйдут на избирательные участки. Мы определили 6 мест, где люди могут собраться, там, где им удобно, для того, чтобы мобилизовать свои силы, затем двинуться шестью колоннами к месту основного проведения митинга. Уважаемые друзья, у нас по сравнению с 9 июня 2019 года существенные отличия. На каждом из этих мест, шести местах, обязательно будет минимум несколько десятков активистов, которые будут организовывать эти колонны. Именно эти активисты знают, что делать. Именно эти активисты будут вести колонны шести мест, независимые, они все находятся в пределах доступности в районе 30 минут, с 13 до 14 часов. Шесть колонн в Астане, в Алма-Аты двинутся к местам проведения основного митинга. В Астане это молодежный дворец Жастар, в Алма-Аты это старая площадь. Вот к 14 часам 6 колонн будут стягиваться к месту проведения митинга. У меня здесь спрашивают, а есть ли эти места, которые мы обозначили, полиция будет блокировать. Еще раз хочу сказать, в день проведения митинга только в Алма-Аты 550 участков, и там более тысячи полицейских вынуждены будет дежурить. в этот день на улицы города выходят сотни тысяч людей, и конечно же общественный порядок должны поддерживать тоже полицейские, они тоже будут разбросаны. Поэтому у власти не будет никакой возможности распределить большое количество полицейских в эти шесть мест. Даже если появится там 50 полицейских, это вообще ничто по сравнению с тысячами протестующих, которые будут собираться в этих местах. Что нужно делать? В эти шесть мест нужно прийти, чтобы вы понимали, там придут активисты, у них будут уже микрофоны, они знают, что делать, и я призываю ко всем гражданам прийти, если это возможно, со своими микрофонами. В этих местах активисты начнут собирать, управлять именно голосом, через микрофон, затем шесть колонн пойдет к основному месту проведения митинга. Если все собираются в 14 часов в основном месте проведения митинга, и мне задают вопрос, а если там будет полиция? Да, скорее всего, там будет полиция, но опять их будет там немного. Ну и потом я на примере Алматы хочу привести. 25 сентября мы организовывали митинг около автозала Саехат. И там около памятника власти организовали ограждение. Это небольшой пятачок. Но вокруг этого места было много пространства, поэтому возможность собраться в этом месте всегда есть, тем более, когда протестующих тысячи. и сейчас в Алматы например около автозала Саехат власти города изменили движение автомашин и тоже таким образом пытаются добиться, чтобы не было концентрации людей около автозала Саехат. На самом деле там очень много мест для сбора, не обязательно на этом пятачке около памятника собираться. Минимум 50 до 100 человек активистов будут на этих местах. мы поделили между большой группой активистов, чтобы они взяли на себя ответственность по управлению протестной группой людей, которая будет собираться. Допустим, на одном из этих мест соберется тысяча человек. Вы знаете, чтобы просто задержание произвести, нужно на одного человека, чтобы было четыре полицейских. Вы понимаете, что если там будут тысячи человек, одна тысяча, то четыре тысячи полицейских власть просто не имеет никакой возможности в одном месяце собрать. А в этот день в Алматы выйдет свыше 600 тысяч человек минимум. И поэтому мы должны эти шесть месяцев собрать не просто тысяч человек, мы должны собрать тысячи. И, конечно же, никакая полиция не сможет помешать, когда будет такая масса. Далее, это масса людей, протестующих, концентрируется вокруг основного места проведения митинга. Это Жастар, дворец молодежи и Старая площадь Алматы. Ясно, что, например, Старая площадь, они постараются оградить, но там достаточно мест вокруг Старой площади, чтобы могли сконстрироваться тысячи протестующих. И там на месте опять же активисты организуют митинг. Мы все должны знать, когда активисты с микрофонами будут выступать, конечно же, у полиции будет попытка их задержать. Конечно, их надо блокировать, нас будет много, и не давать им такой возможности защищать активистов, защищать ораторов, защищать тех, кто будет вести протестующих к Акимату и к Аккорде. В Астане с 14 до 15 собирается большая группа протестантов, и в 15 часов выдвигается сток в сторону Аккорды. И происходит следующее. Когда эта масса приближается к Аккорде, она заходит и заполняет собой эти здания, которые принадлежат народу. У меня спрашивают, когда происходит заполнение протестующими здания Аккорды, здания правительства, телецентра, Хабара в частности, что делать дальше. Вчера я распространил три указа Временного правительства демократического выбора Казахстана. Именно три указа говорят первый о полном низложении Нурсултана Назарбаева, правительства Назарбаева, о распуске двух палат парламента, Сената и Можилиса. Второй указ об аресте восьми человек, это Назарбаева, Такаева, Карима Васимова, Дариги Назарбаевы, Булата Назарбаева, в общем суммарно восемь человек. У меня спрашивают, а кто их арестует. Уважаемые друзья, народ, власть, здесь не нужно искать людей в погонах, я уже говорил, что когда будет такая масса, обязательно полицейские силы перейдут на сторону народа, но не нужно на них ориентироваться, именно народ является силой, именно народ является властью, поэтому не нужно искать людей с погонами, их нужно задержать, эти указы уже озвучены, считайте, что они действуют, как только режим падет, все эти указы вступают в силу. Итак, в тот день, когда эти здания будут заполнены протестующим, власть падет. Меня спрашивают, а что делать дальше, должны ли дежурить люди на месте, как я говорил, все местные силы правопорядка должны сразу подчиниться Временному правительству демократической выборы Казахстана. Соответственно, полиция должна быть на стороне народа. Не нужно, на мой взгляд, жечь никакие костры на улице и так далее, когда здание будет заполнено, там нужно просто внутри дежурить, на улице по очереди могут дежурить народные дружины, чтобы демонстрировать людям, что власть перешла на сторону народа. И власть, точнее говоря, находится в руках народа. И наши активисты сообщат, выйдут на телевизионные кампании, как Кабар, и сообщат, что режим пал. Вот такой план действий. Мы весь этот план действий должны принять в голове, принять как руководство к действию, только тогда эта власть сменится. Если мы будем все время бояться чего-то, пятиться, каждый раз не верить себе, своим силам, конечно же, никаких перемен не будет. Поэтому я обращаюсь к каждому из вас. Каждый из вас, каждый из вас должен совершить эти решительные действия. Каждый. Не ждать, что кто-то прилетит, не ждать, что кто-то придет и сделает. Или какие-то люди. Когда вы сами примете для себя решение, когда вы сами начнете действовать, только тогда произойдут перемены. я обращаюсь к автомобилистам. В местах проведения митинга будет большое скопление людей. Наша задача помешать двигаться органам правопорядка, силовым службам. Они будут стараться автозаки ставить, вывозить людей, задерживать. И для этих целей я использую прежний опыт в Казахстане, Беларуси и других странах хотел бы обратиться отдельно к автомобилистам. Помимо того, что мы призываем вас сигналить около мест проведения митинга, мы призываем вас в этих местах создать огромные пробки, которые препятствовали бы движению автомашин полиции. для этого достаточно замедлять движение, не останавливать, а именно замедлять, тогда к вам полиция не сможет предъявить никакие претензии. Если вы замедляете ход сигналити, в городе начинают формироваться огромные пробки, и это мешает полиции перемещаться. И тогда это дает возможность людям свободно идти по трассе и таким образом наращивать массу. Поэтому, уважаемые полицейские, мы сегодня тоже сделали обращение. У вас завтра выбор. Завтра выбор перейти на сторону народа, поддержать народ, и вы тоже избавитесь от коррупционной системы Назарбаева, который уже за 30 лет всем изрядно поднадоело. Итак, завтра 10 января. Завтра 10 января это решающий день. Я хотел бы вам напомнить, уважаемые друзья, что завтра мы будем производить управление всеми этими процессами через чат активист ДВК. Он в телеграмм, и даже если режим завтра начнет блокировать интернет, какие-то ограничения вводить. Наиболее оптимальное и для работы и управления, для организации всех этих процессов это телеграмм. И мы давно работаем в телеграмме, и создали чат активист ДВК, вы можете на него зайти, там мы будем публиковать информацию, и мы призываем наших активистов сообщать о движении полиции в тех или иных районах города, и мы будем оперативно реагировать по всей стране, потому что чат активист ДВК у нас работает по всей стране. Уважаем друзья, мы сегодня и вчера провели опрос общественного мнения. Опрос общественного мнения был следующий. Первый. Мы сравнивали две партии Ахжол и Нуратан. Так вот, я что хочу сказать, что за Ахжол отдали 90% голосов. Вдумайтесь, 90% Нуратан набрал с трудом 10%. Когда мы провели опрос общественного мнения среди всех участников партии, Ахжол набрал 75%, Нуратан набрал целых 7%. Это еще успех, потому что прошлые оценки давали Нуратану не более 5%. Поэтому завтра вы идете на избирательные участки и понимаете, Нуратан уже проиграл, он не наберет более 10%. Это первое. Второе. Вы знаете, что эти выборы уже нелегитимны. Открытые кабинки нарушают закон о тайном голосовании. Власть изгоняла и изгоняет наблюдатели. Это еще одно нарушение. Власть запрещала агитаторам голосовать за партию Ахжол. Они конфисковали большое количество листовок. Я сейчас вам скажу масштаб того, что происходило по стране, например, в городе Астане. Позавчера там были захвачены 150 тысяч листовок с призывом голосовать за партию Ахжол. Вчера было захвачено 65 тысяч листовок с призывом голосовать за партию Ахжол. За неделю до этого случая было захвачено еще 50 тысяч листовок. То есть, только по Астане этот режим захватил порядка 300 тысяч листовок. Я сейчас обращаюсь в международную организацию ОБСЕ, чтобы они на основе моего эфира мы готовы предоставить эти данные только в Астане. Голосование с призывом голосовать за партию Ахжол властью захвачено около 300 тысяч листовок. Чтобы вы понимали масштаб того, что происходит. Масштаб незаконных действий со стороны власти. Если сравнивать как мы действовали как гражданские активисты в июне 2019 года на президентских выборах и сейчас он несопоставим. По всей нашей стране огромное количество активистов действует, призывает агитировать за партию Ахжол. Они активные участники митингов, которые были ранее и они будут участвовать завтра. Власть проводит беспрецедентные меры подавления этих активистов. При этом обратите внимание такая прокладка режима как Мамай открыто призывает выходить на митинг в 12 часов дня завтра. А те активисты, которые являются реальными противниками, которые даже не говорят что выйдут на митинги, а просто распространяют листовки Ахжол, их власть задерживает. Их даже власть задерживает за то, что они вышли на митинги по призыву Мамая этой прокладки режима, сам Мамай свободно уходит и никто его не задерживает. Чтобы вы понимали, как власть открыто лжет и в реальности кого задерживает. Но при том всем я хочу сказать, что во всех этих точках сбора, о которых мы объявили, везде будут десятки активистов, которые будут организовывать процесс митингов, процесс именно движения в сторону акиматов, городов, областей и в сторону Ахарды. Везде. Мы провели большую работу. Количество сторонников наших сторон становится все больше и больше. Сейчас уже сама власть, если ранее говорила, что не более 6 миллионов человек придет на избирательные участки, эта власть говорит, что будет более 7 миллионов человек из 12 миллионов имеющих право голосовать. По нашим данным людей будет еще больше. Потому что все те, кто раньше не был готов идти голосовать, они сегодня для себя приняли решение. Они будут голосовать за партию Ахжол, чтобы отобрать голоса у Нуратана Назарбаева, чтобы в конце концов этот режим прекратил существовать. Поэтому, уважаемые друзья, я обращаюсь к каждому из вас каждый из вас может изменить судьбу нашей страны. Каждый из вас не должен говорить, что за нас уже все решили, все подделали. Да, не подделывает, но мы завтра покажем всему миру, как эта власть фальсифицирует итоги выборов. Нам, по сути дела, уже не нужны никакие доказательства. Мы знаем, что эта власть нелегитимна, что они все фальсифицируют и будут фальсифицировать. Это нам дает основание выйти завтра на митинг 14 часов по всей стране и в конце концов снести этот преступный режим. Это возможно только тогда, когда каждый из нас будет действовать, когда он сделает свой выбор, жить во лжи, как это было 30 лет, приняну будет в этом участвовать, примет решение, не будет осиживаться дома, объедниться со своим другом, соседом и завтра этот режим сменится. Давайте действовать, давайте объединяться. Завтра решающий день, 10 января твой выбор, 10 января ты можешь изменить страну, 10 января мы построим совершенно другую страну, если объеднимся и будем действовать. Алга Казахстан!